Система контроля не хочет, чтобы мы были в курсе того, что это реальность по своей физической природе, та, которая, как мы думаем, окружает нас, — это иллюзия. Нет никакой физической природы, нет никакого окружающего мира. Всё, что я сейчас вижу перед собой, происходит вот здесь. Скоро мы дойдём до того, как это работает. Это очень просто. Как говорил американский великий комик Билл Хиггс? Замечательный человек. Любая материя — всего лишь энергия, сжатая до состояния медленной вибрации. Мы все одно сознание, субъективно познающее само себя. Смерти нет, жизнь — всего лишь сон, а мы — наше собственное воображение. Вот в чём суть системы контроля — манипулирование нашим воображением, представлением самих себя. Мозг можно обмануть так, что он будет видеть вещи, которых на самом деле нет. Это изображения картин, нарисованных на плоской поверхности, ровной дороге или тротуаре. И мозг уверенно оценит их как трёхмерные. Это нарисовано на плоскости. И это тоже. Это женское лицо или цветок и бабочка. Очень легко обмануть мозг, дабы он декодировал реальность определённым образом. Например, это человек и его рука, или это мексиканец, девушка, кустарник и собака. Зависит от того, как вы это декодируете. А система контроля в массовом порядке манипулирует 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, то, как мы декодируем реальность. Следовательно, декодируем так, как это устраивает систему контроля. Как сказал Эйнштейн, реальность — это иллюзия, хотя и довольно убедительная. И убедительная она, поскольку мы живём во Вселенной, являющейся виртуальной реальностью. Фантастически расширенной, сверхулучшенной версией гигантской компьютерной игры. И аналогии следуют одна за другой. Сегодня гораздо проще говорить о реальности, потому как технологии начинают отражать саму реальность, в которой мы живём. Всё становится всё ближе и ближе к настоящему. И в ближайшей перспективе у нас будут компьютерные игры, когда вы с Родом определите разницу между этой и той реальностью. Существуют симуляторы рукопашного боя и управления самолётом. В некоторых больницах используют технологию виртуальной реальности во время операции над ожогами пациентов. Они показывают им изображение очень-очень холодных вещей. Мозг декодирует это и охлаждает кожу. Когда вы смотрите на эти продвинутые виртуальные технологии, что они делают? Они просто пользуются тем, как работают наши пять чувств восприятия. Они используют глаза, при помощи особых перчаток используют осязание и прочее. Они снабжают мозг информацией, цифровой информацией, заставляя его верить в происходящее, которое не происходит. Именно таким образом работает система контроля. У людей есть, как я называю его, телокомпьютер. Биологический телесный компьютер. Биологический в том смысле, что он не только реагирует на данные, но даёт им оценку и принимает соответствующие решения. То, как это делает иммунная система, даже сейчас, пока мы говорим с вами. Стоя здесь или сидя там в зале, мы не говорим себе так, проблема с правой ногой чуть ниже, левее. Нет, она просто делает своё дело. Потому что она мыслит. Это биологическая компьютерная система. Между прочим, это изображение было получено в тот самый миг, когда кто-то сказал этому парню, что Барак Обама получил Нобелевскую премию мира. По крайней мере, моя реакция была именно такой. И основа этой виртуальной реальности — это волна, колебания, вибрирующая энергия. А внутри волны, как вам подтвердят учёные, можно хранить фантастические объёмы информации. Вот что и является основной информационной конструкцией этой реальности. Это информация в волновой форме. Я буду называть это понятие в течение всей лекции метафизической вселенной. Когда я говорю о метафизической вселенной, я имею в виду волновой уровень этой вселенной до того, как она становится этим. Происходит декодирование волновой информационной структуры при помощи телесного компьютера, формирующая мир, который, как мы думаем, нас физически окружает. Всё это происходит здесь. И это как... Я к этому вернусь через секунду. Почти отражение, гораздо более продвинутое, конечно, беспроводного интернета. Когда ты берёшь компьютер и вытаскиваешь беспроводной интернет, всемирную паутину, целую коллективную реальность из небытия на экран в любой точке мира. Так же происходит, когда мы перекодируем вибрационную информацию в электронную информацию, посылаемую в мозг. И мозг декодирует её, создавая тот самый мир, что нас как бы окружает. Это метафизическая вселенная. И при помощи телесного компьютера она становится миром, который мы воспринимаем, как находящийся вне нас самих. Пять чувств, которые, конечно, как я говорил, компьютерные игры с виртуальной реальностью используют для создания иллюзий, они переводят информацию волновых колебаний, вибрационную, в электрическую информацию, направляемую далее в мозг, чтобы стать декодированной голографической информацией. Скоро мы обсудим это. Так вот, абсолютно верно, это показано в данной сцене в Матрице, где Нео говорит, «Это не настоящее?» А Морфеус отвечает, «А что значит настоящее?» «Как ты определяешь, что реально?» «А что нет?» Если ты говоришь о том, что ты можешь осязать, чувствовать запах, вкус, видеть, тогда реальность — это просто электрические сигналы, воспринимаемые твоим мозгом. Всего лишь. И представьте, если вы можете манипулировать тем, как мозг интерпретирует реальность, поскольку вы в курсе, как реальность работает, основная масса народу нет, ведь вы будете скрывать это от них постоянно. Пять чувств — это система декодирования. Самый очевидный пример, конечно, звук. Волна проходит по воздуху, послание мозгу, мозг слышит звук. Звука нет до тех пор, пока мы его не декодировали. Звук — просто волна, пока мы его не расшифровали. Звук существует здесь. То же самое со вкусом. Электрические сигналы, пока мозг не декодировал их. Вот таким образом вы при помощи гипнотизера можете заставить кого-нибудь есть картошку, а чувствовать вкус яблока. Потому что вы имплантируете сюда веру, что это яблоко, поэтому электрические сигналы с кодом вкуса картошки идут куда надо, но мозг не считывает его как надо. Он считывает его как вкус яблока. Даже на таком базовом уровне подумайте о возможностях манипулирования тем, как мы видим реальность индивидуально и вместе. И различные части мозга, как при обонянии, в частности работают при декодировании этих сигналов. Так же и с осязанием. То же самое. Даже движение. Движения нет, пока она не декодирована нами. Есть состояние мозга, случается у некоторых людей, когда они не могут определить движение. Они часто его просто не видят. Они видят машину вдалеке, и в следующем... Ух ты! Она пролетела мимо, и ни единого кадра в промежутке. Они смотрят, как кто-то наливает в чашку чай, и всё, что они видят, это неподвижную дугу из чая. Это всё иллюзия. Это компьютерная игра. Очень-очень технологически сложная, прикольная картинка. К тему. Я довольно долго смеялся. Эй, Эйтель, иди глянь, кто сегодня в телеке. В смысле, по телеку? Нет. Эстрадные гипнотизёры сотрудничают с системой всё время, я вам говорю. Кое-кого из гипнотизёров я уже упоминал. Эти даже не знают, что являются таковыми. Большинство, по крайней мере. Но это именно то, что они делают. Они постоянно дают нам чувство реальности. Веру в то, что есть настоящее. И если мозг соглашается с подобной системой верований, он в дальнейшем продолжает считывать реальность в соответствии с этой верой. И это становится самоподдерживающимся восприятием реальности. То есть мы живём в эквиваленте, как я говорю, очень-очень продвинутом эквиваленте голографического интернета, всемирной паутины. Если вы спросите у кого угодно, что такое интернет, он ответит, ну там, графика, сайты, надписи, разноцветное, всё с картинками. Так оно и есть. Но единственное, где интернет существует в данном виде, это на экране. В любом другом случае, это электрические цепи и ничего больше. Если вы спросите у кого угодно, что такое телевидение, вам скажут, что это картинки, движущиеся на экране. Так и есть. Но только там, на экране, телевидение выглядит подобным образом. Иначе это просто электрические цепи. Или иногда, даже, пожалуй, больше времени, это телевизионные частоты, электромагнитные волны. И мы живём в среде, которую я называю космическим интернетом, где невидимая информация и энергия окружают нас. Я расскажу, откуда они берутся, через минуту. И вдруг появляется из ничего на экране. Так же, как эти ребята сидят на улице, ни проводов, ни соединений, и они вытаскивают невидимое на экраны своих ноутбуков. А если подумать... Ведь люди говорят, каким образом мы сами создаём реальность в собственных головах и всё такое, и видим одну и ту же сцену, одну и ту же машину? Ну, когда вы регистрируетесь в интернете, в Южной Африке, или Австралии, или в Лондоне, или в Америке, где угодно, только не в местах вроде Китая, вы регистрируетесь в той же самой коллективной реальности, что и в любом другом месте мира. Можно выбрать этот сайт, и если вы зашли на данный сайт, парень в Южной Африке мог зайти на этот же сайт, что и вы, и видеть то же самое. Потому что это коллективная реальность. Потом мы решаем для самих себя, нравится ли нам этот сайт, что мы о нём думаем, хочу ли я пойти туда или вон туда. И вот все мы просто следуем своим вкусам, так же, как когда вы выглядываете из окна и видите оба, один и тот же автомобиль, проезжающий мимо. Мне он может нравиться, кому-то наоборот. Но это одна коллективная общая реальность. А телесный компьютер выводит эту реальность из невидимого состояния в видимое. Так же, как те ноутбуки. Так же, как сцена в Матрице, где он говорит, Матрица повсюду, она вокруг нас, даже сейчас, в этой самой комнате. Ты можешь видеть её, выглядывая из окна, включая телевизор, ты можешь её почувствовать. По дороге на работу, когда идёшь в церковь, когда платишь налоги. Это мир, выставленный перед твоими глазами, чтобы заслонить от тебя правду. Какую правду? Что ты раб Нео, как и любой другой, ты был рождён в неволе, рождён в тюрьме, которую ни пощупать, ни почувствовать, ни слухом, ни духом. В тюрьме для твоего разума. Я вернусь к природе этой тюрьмы во второй части лекции. Так что же такое эта вселенная? Это информация. И эта информация, декодирующая информацию. Так же, как вы втыкаете компьютерный диск в компьютер, это информация. Другая информация в виде программы в компьютер и затем читает информацию на диске. Все мы делаем то же самое. И таким образом мы создаём эту, как нам кажется, существующую вне нас реальность. И мы, так называемые человеческие тела, также энергетические, не физические, в своей исходной форме. Но когда она приходит через систему декодирования, то становится тем самым миром, который воспринимается нами как внешняя среда. Он только кажется, что он будто бы вне, вне нас самих. Уверяю вас, боже мой, я смотрю сюда, всё выглядит как вне меня. Но оно в нас. Мы все создаём его при помощи системы декодирования в наших головах. Я загляну глубже в эту тему в новой книге. Что я хочу сказать? Не я говорю, нынешние учёные говорят об этом. В центре нашей галактики огромная чёрная дыра. И включив воображение, я бы сказал, что это идеальное объяснение. Предположим, что в центре каждой галактики находится огромная чёрная дыра. Я утверждаю, что эти чёрные дыры резонируют, излучают основную информационную частоту колебаний для данной виртуальной вселенной. и они взаимодействуют с теми объектами, которые мы называем Солнцами. В данном случае с нашим Солнцем, Солнцем нашей планетной системы и, конечно, с Солнцами по всей галактике. Я утверждаю, что эта частота словно колебательный пусковой механизм излучается Солнцами по причине сегодняшней ситуации, потому как она изменяется. Это помогает ответить на многие вопросы. Я скоро вернусь к этому. Она запускает информацию определённого рода, передаваемую нашим и прочими Солнцами в форме фотонов. Фотоны — основные частицы, из которых состоит свет и прочие формы электромагнитного излучения. Они несут в себе информацию. Эти фотоны, будучи генерированы Солнцами, заряженные этой основной колебательной частотой, идущей из чёрных дыр, создают беспроводной космический интернет внутри нашей реальности. Вот что, собственно, мы декодируем. Земля декодирует это. Это энергия фотонов. Фотонная информация, проходящая сквозь энергетическую решётку Земли. Энергия фотонов, которую китайцы в традиции акупунктуры называют ЦИ. ЦИ на самом деле фотонная энергия. Это информация, которую телесный компьютер декодирует, создавая эту коллективную реальность. И так же, как в интернете, где вы можете видеть информацию, получать, отправлять информацию, то есть мы взаимодействуем с этой виртуальной реальностью и изменяем её понемногу, оставляя в ней свой уникальный след. Мы также создаём этот мир, мир, о котором я говорю. Некоторые учёные годами утверждали, что данный физический мир возникает только тогда, когда за ним наблюдают. Я согласен. Почему? Вот почему. Когда вы вставляете компьютерный диск в компьютер он не читает всю информацию с диска одновременно. Он читает ту часть диска, которую наблюдает линза в дисководе в этот момент. Все прочие данные на диске остаются в закодированной форме, они не выводятся на экран в качестве картинки или в ином виде. И мы делаем то же самое. Когда мы наблюдаем, декодируем, мы вводим это в нашу реальность, без наблюдателя это всего лишь основная метафизическая волновая вселенная, которая основа базис всего этого. Далее, свет не может проникнуть в мозг. Так как же мы видим свет? Как я могу смотреть на этот свет и видеть его? Никакой свет никогда не проникает в мозг, поскольку это мозг декодирует приходящую информацию как свет. Поэтому, когда вы видите такие моменты, как в фильме «Матрица», слова вроде «ложки не существует», это не ложка гнется, это всего лишь ты. Вот именно! Потому что единственное, где ложка существует в физической форме, это здесь. И ты сгибаешь ее, изгибая линзу, декодирующую реальность. Чудеса — это просто преодоление запрограммированного восприятия того, что возможно и что невозможно. Мы, конечно, запрограммированы верить, что когда вы проходите сквозь огонь, вы обжигаетесь. Если вы проходите сквозь огонь или по горящим углям с верой в это, декодируя такую реальность, вы поджариваете себе ноги. По-любому, но как доказало множество людей, если можешь перейти в другое состояние сознания и переписать этот код, гуляй себе по углям, ничего тебе не будет. Почему? Да потому что иллюзия не может обжечь иллюзию, пока ты не веришь, что может. Чудес не бывает. Бывает, что мы понимаем, как они выражают всевозможность. И это понимание приходит с фактом признания понимания нас как сознания. Мы — сознание, бестелесное, не имеющее определенной формы, сознание, получающее определенный опыт. Как сказал один шаман из Центральной Америки, мы — восприятие, мы — знание, мы не объекты, в нас нет плотности, мы — безграничные, мы — или скорее наше благоразумие, забывая об этом, заманивает всю совокупность нас самих в порочный круг, который мы в течение всей жизни почти не покидаем. Этот порочный круг — то состояние, что система контроля надеется продолжать нам навязывать, поскольку в этом случае нас можно контролировать. Если мы понимаем, кто мы на самом деле, что мы на самом деле, то нас невозможно после этого контролировать. Кучки уродцев. Контролеров. Тело — это способ нашего сознания испытать эту реальность. Если я желаю взаимодействовать с данной реальностью, являющейся в общем диапазоном частот, мне необходима внешняя оболочка, как и всем нам, резонирующая с этим диапазоном частот по причине того, что наше высшее сознание — волна высокой частоты, это будто радио 1 пытается соединиться с радио 2. Они на разных частотах, подобного не может произойти. Следовательно, мы облачаемся в эту внешнюю проекцию, что мы зовем телом. И посему я теперь могу поднять вот это и вообще взаимодействовать с этой реальностью. Чего добивается система контроля — это вера в то, что эта проекция, этот носитель для познания данной реальности — наша суть. Ведь после этого вместо «Я — это всё, что есть, всегда было и будет», звучит «Я Чарли Смит», «Я Этель Джонс», «Я бессилен». И в этом самая суть. Мы часто повторяем, «Я зашёл в интернет, мы сами не ходим по интернету, это делает компьютер». А мы наблюдаем, обосреваем интернет при помощи компьютера. И наше разум-тело является средством исследования этой реальности. Оно ходит по этому интернету. Сознание, истинное мы, обозревает, как мы, всемирную паутину, обозревает этот интернет, пользуясь этим средством. И как я говорю, идея в том, чтобы заставить нас думать, что мы — это разум-тело, а не это сознание. Однажды у меня было видение. Я принимал ванну пару лет тому назад, наверное. И я попросил своего хорошего друга, замечательного Нила Хейга, зарисовать то, что я видел. Я сижу в своей ванной и вижу нисходящую энергию жёлтого, бело-жёлтого цвета. И я тут же решил, что это высшее сознание. Затем появился глаз в этой энергии сознания. После перед ним появился телескоп. Телескоп был направлен на нашу реальность, Землю, Солнечную систему и прочее. В последний момент телескоп трансформировался в человеческое тело. Это было наилучшим отображением в смысле того, вот как это работает. Из-за предела возможностей фокусировки, теряя контакт с этим, мы видим себя, имея очень ограниченные возможности оценки. Смерть — это просто кто-то опустил телескоп. Что бы я ни делал, Земля — охреновое местечко. Здравствуйте, всё окей. Я вернулся. Вы никогда и не уходили. Тот, кто перед компьютером. Мы обозреваем интернет при помощи компьютера. Я хочу, чтобы вы чётко поняли разницу, потому как это будет упоминаться ещё не раз. Разницу между сознанием и тем, что я называю разумом. Все мы, в конце концов, это одна и та же энергия, потому что это всё одно, неразрывное осознание, называемое мной бесконечностью, но она принимает различные обличия. Сознание — это океан. Всевозможность. Всё, что есть. Всезнание. А разум — словно замёрзшее, более плотное выражение того же самого, и посему всерьёз ограничено в смысле понимания восприятия по сравнению с сознанием. И ещё одна из причин — возможность взаимодействия с этой реальностью, которая намного плотнее сознания. Нам нужно более плотное средство взаимодействия, то, что мы называем разум тела. Следовательно, оно будет иметь более урезанные возможности, нежели сознание. Этот парень, Романа Махариши, живший в Индии, медитировавший большую часть своей жизни на горе в Индии, я бывал там, красивое местечко, он сказал, разум — это сознание, ограниченное в возможностях. Изначально вы всемогущий и совершенный. Потом вы принимаете на себя ограничения и становитесь разумом. или, как сказал Эйнштейн, человеческое существо — это частица всеобщего, называемого нами Вселенной. Частица, ограниченная во времени и пространстве. Оно воспринимает само себя, свои мысли и чувства, как нечто отдельное от остального, нечто вроде оптического обмана своего сознания. И этот оптический обман происходит из-за использования линзы, телескопа. В следствии этого, и я не устаю повторять, что система контроля устроена именно так, именно для этой цели, формируя у человека ложную личность, ту, которая не оперирует всевозможностью, она оперирует ограничениями. Я не могу, это невозможно. Если вы хотите контролировать людей всех разом, вы предпочитаете для них последний вариант. Я не Дэвид Айк. Дэвид Айк — это мое приключение. Это имя для приключения, переживаемого мною в данный момент. Я всесознательность, все знания, все, что есть, было и когда-либо будет. Так же, как и каждый в этом зале, каждый во всех реальностях, всем этом интернете, мире, в котором мы живем. Мы есть всевозможность. Это наше исходное состояние. Мне безразлично, кто вы, что вы, что вы успели сделать в этой жизни, и каковы ваши сожаления, насколько вы были успешны. Ваше исходное состояние — всевозможность. Я услышал это, когда один раз принимал психически активные вещества. Ну, полтора раза. Главный раз состоялся в Перу. Я попробовал нечто, называемое Айуаско. В 2003 году. В течение пяти часов я слышал голос, такой же громкий, как сейчас мой, женский голос, говоривший со мной об иллюзорной природе реальности. И когда я вернулся в Британию, ведь это происходило в джунглях Южной Америки, я стал натыкаться на имена, даты, места и связанную с ним информацию по поводу того, о чем я услышал тогда. Все было точно до мелочей. Что было поразительно, официальная наука в курсе о многом из этого, но не осознает, что это известно, поскольку смежные научные дисциплины не общаются друг с другом. Соединяя точки, вы понимаете, что они уже установили, что это всего лишь иллюзия. Но подобная точка зрения не принимается научным обществом. И как я понял, за пределами этого мира, за границей волновых колебаний, есть мир спокойствия и тишины. Вот что такое всевозможность. Спокойствие и тишина. Одна мысль, сказанная мне этим голосом, великолепно выразила природу реальности, и звучала она так. Если это имеет волновую природу, это иллюзия. Если это волна, это иллюзия, потому что наш исходный, глубочайший уровень — спокойствие и тишина. Мне приходилось чувствовать это. Изумительное ощущение. Никаких негативных эмоций, страха, переживания по поводу долгов или чего-то подобного. Всё это не беспокоило меня в тот момент. А люди думают о пустоте, а не что. Всё, что есть, было, когда-либо будет, весь потенциал, полное знание. Повсюду и нигде. Люди думают, чушь какая-то, невозможно быть одновременно везде и нигде, но всевозможность позволяет это. Всевозможностью возможно всё, что угодно, так что повсюду значит нигде, нигде значит везде. Всё и ничто. Снова никакого парадокса. Всевозможность — это и всё, и ничто. И как я уже говорил, мы думаем о ничто, как об отсутствии чего-либо. Ничего нет, но в этом ничто, в этом безмолвии — всё. В этом безмолвии, к примеру, всевозможность. И когда я начинаю говорить, я выбираю одну возможность из всех возможностей, проявляющихся как волна, звуковая волна, мой голос. И когда я замолкаю, возвращающаяся к всевозможности. Мы не думаем, что это здание ничем не определяется. Мы считаем, что он определяется чем-то. Но это что-то находится где-то там, и данное здание существует в этой форме из-за того самого ничто, некого ничто, находящегося среди тех вещей, которые мы воспринимаем, как что-то определённое. Тишина. Вот почему люди, когда хотят тишины, они уходят подальше от остальных. А сколько народу просто боятся тишины? Сел в машину, врубил музыку, пришёл домой, включил телек, шум, постоянный шум удерживает вас в реальности пяти чувств. А когда люди остаются в тишине, тогда на них снисходят озарения, поскольку так они получают доступ к другим уровнях самих себя, свыше пяти чувств. Таким образом, из ничто рождается мир, царство форм. Эта штука называется кематика. Если поискать в интернете, можно найти эти видео на YouTube, например. Вот в чём суть. Они насыпают мелкие частицы на металлическую пластину и направляют на неё какой-либо звук. Это невероятно, но частицы формируются в подобные удивительные геометрические формы лишь из-за звука. А когда звук прекращается, бамс, частицы беспорядочно рассыпаются по пластине. Затем звук меняется, и они принимают другую форму. И эти миры форм, частот, волновых частот, созданы таким образом, из всевозможности. И существуют бесконечные, вечные миры с различными так называемыми законами физики, различными задачами, различным опытом, все имеющие различную скорость колебания, что позволяет им разделить одно и то же пространство. Все эти различные миры разделяют то же пространство, что разделяю я. Так же, как все радио- и телевизионные станции, транслирующиеся в этом городе, разделяют то же пространство, где нахожусь сейчас я, и они также разделяют это пространство и между собой. Следовательно, мы живем в диапазоне частот. И этот частотный диапазон диктуется диапазоном частот, которые могут декодировать, воспринимать наши тела компьютеры. И диапазон этот невероятно узок. Виртуально мы слепы по сравнению с тем, что могли бы увидеть. Подавляющая часть данной вселенной, то, что ученые называют темной энергией или темной материей, и они называют ее темной не потому, что это тьма кромешная, но потому, что мы не можем ее декодировать. Посему она вне нашего миропознания. Мы имеем возможность судить о ней по ее воздействию на то, что мы способны видеть. Электромагнитный спектр занимает 0,005% всего проецируемого существования в нашей вселенной. И видимый свет, который является единственным частотным диапазоном, воспринимаемым нами, — ничтожная доля от 0,005%. Крошечный диапазон. Видимый свет — это наш мир. Мы смотрим вокруг, думая, что мы видим всё. Но это не так. Мы можем видеть только то, что можем декодировать. Посему мы оперируем в определенном измерении, можно так сказать. И оно взаимодействует, проникая друг в друга с другими измерениями, что позволяет этим другим измерениям влиять на наше. И наоборот. К чему я еще вернусь во второй части, поскольку это фундаментальная тема для понимания устройства системы контроля. Мы, собственно, нафокусируем наше внимание на данной реальности при помощи тела компьютера. По этой причине наш мир кажется единственно существующим. Но пространство, занимаемое нами, просто кишит. Кишит жизнью в бесконечном ее многообразии. Так что, если мы приходим в этот мир разума и поддерживаем связь со знанием, мы физически находимся в этом мире, мы можем его познавать, можно пойти в бар, давай с тобой дернем пивка. Но мы не от мира сего относительно нашей точки наблюдения. Мы в этом мире, но обозреваем его отсюда. Мы способны видеть то, что происходит здесь, но это нас видеть не может. Поэтому системе контроля необходимо держать нас в этом состоянии. И они выстроили общество таким образом, чтобы держать нас в недоумении путем ограничения нашей возможности декодировать и познавать реальность только при помощи пяти чувств. И поскольку вы оперируете только пятью чувствами и не получаете вдохновляющего, озаряющего интуитивного знания с высших слоев вашего сознания, где вы ищете понимание кто вы есть, где вы есть и что такое мир, в котором вы живете, там. А кто контролирует это? Система контроля, контролирующая СМИ, политику, образование, науку. Идея в том, чтобы изолировать нас в пяти чувствах, изолировать нас в границах разум-тела и затем программировать тело-разум, чтобы оно видело мир так, как устраивает систему контроля. Время и пространство всего лишь информация, плетённая в метафизическую структуру Вселенной, волновую структуру, которую мы декодируем как то, что выглядит как время и пространство. Ни времени и пространство не существует. Когда вы вставляете диск в компьютер, на диске содержится информация. Вы вставляете его в компьютер, который его считывает. На экране вы видите время и пространство. Или то, что выглядит как время и пространство. Но это всего лишь информация на диске, читаемом компьютером и извлекаемая на экран. То же самое делаем и мы всё время. Время — это иллюзия. И, боже мой, если мы попадаемся на эту удочку, мы оказываемся в замкнутом круге времени, если верим, что время существует. Вы можете сказать, сейчас час полудня, я кое-кем встречаюсь сейчас полудня, на том же месте, в тот же час, всё согласовано по времени. Но вы всегда знаете, что это всего лишь искусственно созданная конструкция. Это не является частью вас времени. Потому что безвременье — это то, где действует сознание. Если мы действуем полностью в контексте времени, тогда согласно самой его природе мы теряем контакт с сознанием, которое находится на другом уровне восприятия. Наше время — это просто чушь какая-то. Вы пересекаете невидимую линию посреди океана и попадаете в завтрашний день, пересекаете в обратном направлении во вчерашний. Существует только вечное сейчас. И больше ничего. Если вы скажете, нет, нет, как же, есть же прошлое, есть будущее, а что ж, хорошо. Когда вы думаете, о будущем, где вы находитесь? Вы находитесь в сейчас. Когда вы думаете о прошлом, о воспоминаниях, где вы? Вы в сейчас. Это всё конструкции. Это восприятия. Они не настоящие. Единственный существующий миг — это вечное сейчас. Всё происходит в сейчас. Единственный момент, когда мы способны изменить хоть что-то сейчас. Если нас тянет в прошлое с ожелением, если бы я мог у та женщины в 53-м, или же нас тянет в будущее. О, Боже, что случится? О, да, что же будет, если я приду? А что если? Нас оторвало от единственно существующего момента времени и, следовательно, от нашей власти изменять что-то, воздействовать на сейчас. Ничего не осталось. И мы абсолютно зависим от времени, который сейчас. О, Боже, уже можно? О, Боже, что будет? У тебя есть минута? И ещё. Сейчас это единственное, что существует, и время, как и пространство, только восприятие. Всего лишь часть одной из схем считывания. Вы можете представить себе время в виде DVD-диска. То, что вы уже видели в фильме, это ваше прошлое. То, как вы представляете себе прошлое. То, на что вы смотрите в фильме, в данный момент, вы воспринимаете как настоящее. А то, что вы ещё увидите в фильме, вы воспринимаете как будущее. Ещё раз повторю, вся эта информация находится на данном диске одновременно. Один бит назад, и ты направился в прошлое. Бит вперёд, и ты в будущем. Я говорил годами о петле времени, как я её называю. Даже написал книгу с таким названием. Точнее говоря, это не совсем петля, но она выражает себя как таковая в этом мире так называемой физической реальности. И мы идём, и идём по кругу. И снова сначала. И мы думаем, что движемся вперёд, но поскольку мы уже внутри петли, на каком-то её отрезке, мы думаем, что идём вперёд, но если продолжать это движение, она вернётся к началу. Это как полигон приключений. И в зависимости от того, какой опыт мы желаем получить, выбирается и часть петли, к которой мы должны получить его. По причине того, как было сказано ранее, эти волновые колебания, и между делом, колебания, идущие из чёрных дыр, вибрируют в вечном сейчас, они не движутся во времени. Они несут кодированную информацию, воспроизводимую нами как время, но колебания происходят сейчас. Эти вибрации не всегда одинаковы. Они тоже проходят циклы, колебательные циклы. Они претерпевают изменения. И когда они изменяются, высвобождается различная информация, исходящая от солнца, которую мы впоследствии декодируем. Когда мы делаем это, мир движется вперёд. Приключения продолжаются, эпоха за эпохой. Если рассматривать древние цивилизации по всему миру, они неизменно видят время как циклический процесс. У нас есть, конечно, знаменитые циклы юги, когда, согласно индийским верованиям, согласно индуизму, мир проходит через различные периоды. И у нас есть золотой век, когда всё открыто, всё совершенно и взаимосвязано. Далее у нас есть прочие юги, когда кругом запреты и контроль. Знания скрыты от общества. Всё не так, как было раньше. Это другой вид приключения. В средстве изменения волновых колебаний эта реальность проходит цикл и возвращается к исходной точке. Вот здесь все эти юги выходят на сцену. Что происходит, так это левая часть, левая половина мозга в первую очередь декодирует, эту информацию, вибрирующую в вечном сейчас, декодирует её как последовательность. Некоторые исследователи мозга называют левую половину мозга процессором последовательного действия. И эта последовательность, в которой приходит информация, выглядит как время, текущее из прошлого в будущее. Чем быстрее происходит декодирование, тем быстрее, кажется, бежит время. Медленнее идёт декодирование, значит, наоборот. Эйнштейн про это так сказал, если ты в компании прекрасной женщины, время бежит очень быстро, но если ты в кресле дантиста, оно движется гораздо медленнее, потому что твой мозг воспринимает реальность по-другому, составляя последовательность иным образом. Посему петля времени на самом деле просто декодирование этих меняющихся колебаний, меняющейся информацией. И снова, если вы способны поддерживать связь с высшей реальностью, вы можете не зависеть от мира сего, оставаясь в нём. Если вы зависимы от него, вы буквально застряли в петле времени, в петле, где большинство людей находится очень-очень долго. Нас утверждает, что тело — это биологический компьютер. Я пробегу по данной теме очень быстро, поскольку рассказывал об этом не раз на лекциях и так далее. Очень важно продолжать соединять точки. Так вот, тело-компьютер — это средство исследования данной виртуальной реальности высшим сознанием. Словно вы хотите попасть на другую планету и исследовать её, и вам для этого нужен скафандр, как я говорил ранее, нам нужна внешняя оболочка, имеющая параметры колебаний того же диапазона частот, что и в данной реальности. И это тот нюанс, что делает расизм настолько нелепым, настолько абсурдным, настолько подтверждающим невежество. Потому что тело — это только средство исследования этой реальности. И расизм является последним указанием того, что вы пойманы в ловушку реальности пяти чувств и не имеете понятия о природе того, кто все мы на самом деле, расисты и их противники. Что все мы — сознание. Люди. Мы думаем, что мы люди. Человеческие существа. Быть человеком — это компьютерная программа. Мы не люди. Мы получаем опыт под названием «Быть человеком». Мы — сознание, переживающее это приключение. Как было сказано в одной статье в Сан-Франциско Кроникл, ДНК — это универсальный программный код от бактерий до человека. Основные инструкции для жизни, написанные одним и тем же языком. В ней четыре кода. ACGT. В моем случае GT, GT, GT. Джинтоник. Нравится мне эта фраза. Это в моем ДНК. В каком порядке эти коды расположены в молекулы, определяет, какова внешняя оболочка. Человек, мышь, вирус, что угодно. И это очень похоже на те зеленые коды на экранах компьютера в фильме «Матрица». И тело компьютера, биологический компьютер, имеет возможность думать и самостоятельно давать оценку, подтверждает каждый нюанс, если приглядеться. Причина, по которой сейчас говорят о прямом подключении мозга к компьютеру, в том, что они связывают между собой два компьютера. Один из них гораздо, бесконечно более передовой, да, но это два компьютера, поэтому это возможно. Когда компьютер не хочет работать, не включается, не запускается, мы говорим, что компьютер сдох. Если сбросить компьютер с верхнего этажа, он разобьется, умрет. Если сбросить человеческое тело компьютера, он также разобьется, будет мертв. Потому что это то, что происходит в момент смерти, когда компьютер умирает. Мы, ё-моё, не умираем. Смерти нет, мы сознание. Бесконечное сознание. Компьютер переходит в спящий режим, чтобы отдохнуть. Мы ложимся спать, чтобы отдохнуть. У нас есть антивирусные программы в компьютерах, занимающиеся поиском вирусов, которые являются серьёзной опасностью для компьютерных систем, для того, что можно назвать их здоровьем. У нас есть феноменальная антивирусная система. Мы называем её иммунной системой человека, который выполняет сходные задачи. Когда у вас установлена антивирусная система и появляется новый вирус, им нужно обновить её, потому что она не знает, как с ним справиться, поскольку не была запрограммирована на это. Иммунная система обновляется путём реакции на вирусы и обработки этой информации. Поэтому, когда они приходят в следующий раз, она в состоянии с ними справиться. это увеличенная фотография, сделанная в парижской больнице, для чего они использовали краситель, введённый в тело через акупунктурные точки. Затем они сфотографировали это. И краситель прошёл по этим энергетическим линиям тела, где течёт энергия ци, те самые фотоны. И если взглянуть внимательнее, это выглядит, как материнская плата. И интересно, что когда эта энергия ци циркулирует слишком медленно или слишком быстро, тело болеет, так или иначе. Акупунктура состоит в том, чтобы, используя иголки и прочие техники, сбалансировать течение этой энергии. А что случается, когда информация движется по системе компьютера со скоростью меньше оптимальной? Тогда мы говорим, что мой компьютер тормозит сегодня. И чаще всего он тормозит из-за вируса. Мозг — это центральный процессор компьютера, который является микрочипом. Это главный обработчик информации. ДНК — это жёсткий диск. Но не только ДНК, которую мы видим физически, ведь даже ДНК — это всего лишь декодированная версия энергетического поля. У нас есть ещё энергетический контур, называемый аурой человека. То, что мы называем культурами. Я принадлежу к такой-то культуре. Я чёрный, а южноафриканец. Я индус или кто угодно. Это различное человеческое вспомогательное программное обеспечение. Этот парень, Уильям Шеридан, лежал в Нью-Йоркском госпитале, ожидая пересадки сердца. И он решил записаться на курс художественной терапии. Он был столь же ужасным художником, что и я. Вот что он рисовал. Верхний рисунок. После пересадки сердца он вдруг вернулся к курсу художественной терапии, и у него стали получаться гораздо более сложные рисунки. Согласившись содействовать донорству органов, он решился встретиться с матерью своего донора и задал очевидный вопрос, интересовался ли её сын искусством, и она сказала, что он предпочитал принадлежности для рисования игрушкам с 18 месяцев от роду. Он обожал искусство. В данной области было немало исследований, некоторые проводились годами, доказав невероятную связь между людьми, кому доставались сердца, лёгкие и прочие органы от других людей, проявляя после пересадки черты характера или умения своих доноров. Потому что во время операции врачи загружают информацию из одного компьютера в другой. Так она передаётся от одного к другому. Крадамутва, великий шаман племени Зулу в Южной Африке, рассказывал мне, что когда они в прошлом в Африке употребляли в пищу людей, одно из золотых правил было варить тело при определенной температуре, иначе если ты его съедаешь, ты становишься им. Тот же самый принцип. Нас заставляют поверить, что то, что идентифицирует нас с телом, что половая принадлежность нашего тела и есть мы, являемся ли мы мужчиной или женщиной, опять и снова, мужское и женское тело это не мы сами, это переживаемое нами приключение, опыт. Как мы можем быть мужчиной или женщиной, как наше тело может быть нашей сущностью, когда мы можем сделать мужчину с женщиной посредством химических препаратов. Это изменение природы компьютера при помощи химии. Курочка Фрики, о которой писали газеты несколько лет назад, начала свою жизнь самкой, несла яйца, затем по какой-то причине произошел серьезный взрыв тестостерона, и курица стала петухом, который начал преследовать кур, кукарекать на рассвете, отрастил гребень. Как мужской или женский пол может быть теми, кто мы есть, когда возможно подобное, это приключение, опыт для сознания, которое ни мужчина, ни женщина, потому что оно всевозможность. Это с веб-сайта BBC. Ученые провели опыт по контролю мозга мух, чтобы заставить женские особи вести себя как мужские. Исследователи генетически изменили насекомых так, что группа мозговых клеток, контролирующих сексуальное поведение, могла быть включена словно электрическая цепь, вспышкой света. Команде биологов удалось заставить самок мухи дрозофила исполнить танец ухаживания, поведение, обычно присущее самцам. Так же, как мы запускаем разные программы в компьютеры. Почему птицы вдруг начинают одновременно петь, когда встает солнце, как будто нажимает на кнопку, поехали. Почему курочка Фрики начала кукарекать на рассвете, когда взорвался уровень тестостерона? Это программа, софт. То же самое с эмоциями. Когда мы думаем, что наш эмоциональный набор это то, кто мы есть, но ведь есть возможность фундаментально изменить наше эмоциональное состояние при помощи наркотиков, химикатов, ртути, ртуть в зубной пломбе может изменить личность человека. Можно изменить личность человека, употребляя всякую гадость в еде и напитках. Эти химические коктейли, вот что происходит со множеством детей. Как могут даже эмоции, как мы себе их представляем, быть нашей сутью, когда химикаты способны изменять наши психологические реакции по поводу того, как мы декодируем реальность? Мы являемся приемопередатчиками информации. Мы как берем что-то от всемирной космической паутины, так и отдаем. И что интересно, один из главных способов лучших средств приема и передачи информации через кристаллы, кварцевые кристаллы. И оказывается, человеческое тело — это большой жидкий кварцевый кристалл. Оболочка каждой клетки, а в нас самих триллионы, — это кварцевый кристалл, жидкий кристалл. Наша Земля — гигантский кристалл. Каждая песчинка, мои дорогие, это кристалл. И наша Земля тоже принимает и передает информацию в этой космической паутине. ДНК — это приемопередатчик информации. Она сделана таким образом. Это статья о ДНК. По характеристикам формы этой огромной молекулы, витой двойной спирали, ДНК представляет собой идеальную электромагнитную антенну. С одной стороны, она вытянута и, следовательно, является продолговатым объектом, отлично принимающим электрические импульсы. С другой стороны, если взглянуть в нее сверху, она имеет форму кольца, а значит, это хорошая магнитная антенна. Мы принимаем и передаем все время через то, что является телом-компьютером. Энергетическое поле ауры подключено к нам через то, что мы называем чакрами. В переводе санскрита — «колесо света». И это подключено к тому, что мы называем физическим телом через эндокринную систему, образуемую железами. Две из которых, именуемые гипофизом и шишковидной железой, вместе образуют то, что известно как «третий глаз». Возможность связаться с потусторонним посредством шестого чувства, как поется в одной из песен Мьюз. Если бы ты мог, как свет, включить свой третий глаз, ты бы видел все как есть, вновь смерти не боясь. Слова именно об этом. Потому что настоящие мы там. Сейчас все, что может закрыть его, держит нас в реальности пяти чувств и мешает нам прорваться к нашему большому «я». Вот где они хотят, чтобы мы всегда находились. Где они уже заключили, как в тюрьме так много людей, подавляющее большинство в этой стране. В тюрьме ложной личности. Мир выглядит твердым, действительно. Но это не так. Он не такой, даже если кажется таковым. Если вы стучитесь головой о стену так же, как шли бы по углем в уверенности, что обожжете ноги, что ж, это ваше дело. Но мир не плотный, поскольку состоит из атомов. И как доказала квантовая физика, в атомах нет плотности. Как может ничто, что по сути пустое пространство, формировать плотный мир? Не может. Он выглядит так по причине того, что подобная информация в волновой метафизической вселенной декодируется как плотность, как твердость. В очередной раз мы всего лишь декодируем таким образом реальность, придающую окружающему миру форму. Мы считываем информацию с диском и вводим ее на экран. Это выглядит, как будто имеет пространственно-временную плотность, но это не так. Это просто считываемая информация. Вот что по-настоящему происходит с нами. Причина, по которой мир выглядит твердым, трехмерным, в том, что мы живем в голографическом мире. Мы видим голограммы. Мы можем купить их в магазине, где они выглядят трехмерными. Но на самом деле все иначе. Это только иллюзия. Так это сделано. Вот как это происходит. При помощи лазера часть лазера идет на объект, который фотографируется, другая часть прямо на фотопластинку. Затем часть, падающая на объект, также попадает на фотопластинку. Они сталкиваются, две части лазерного луча сталкиваются, создавая волновую структуру. В голографии это называется интерференционная картина или интерферограмма. Это как уронить два камня в пруд, а затем волны, ими вызванные, сталкиваются между собой. И это волновая репрезентация того, где упали камни, с какой высоты, какого веса они были, какого размера и прочее, прочее. Вот так выглядит волновая структура на голографическом отпечатке. Это информация. Вроде ничего такого. Очень похоже на отпечатки пальцев, что на самом деле не зря. Но что же это? Направь на это лазер, и вдруг трехмерное, мало того, выглядящее по-настоящему плотным изображение появляется перед нами. Именно так мы создаем реальность. Она голографическая. Этот парень, где-то в Австралии, по-моему, в Мельбурне, но он был спроецирован в виде голограммы на сцену в Аделаиде. А это то, что сделал канал CNN. Так что мы создаем голографическую версию данной информации так же, как происходит с обычной голограммой в нашей голове. Вот откуда идет это построение. Что смешно, я говорю об этом годами. И тут я натыкаюсь на этот очень-очень официальный журнал New Scientist за январь 2009 года. На его обложке вижу «Вы голограмма, проецируемая с края Вселенной». И вам не обязательно проходить все круги Академии, что чаще всего, но и худше из возможных вариантов, поскольку вы будете ограничены размерами коробки, размерами почтовой марки своих убеждений, чтобы понимать реальность. Нужно лишь принять это. Она вокруг нас несет в себе это знание. И тут возникает вопрос, каким образом что-либо может быть и волной, и частицей одновременно? То, что квантовая физика открыла, сама удивившись, «Что? Да как такое может быть?» Очень просто. После создания голограммы волна никуда не исчезает, пока голограмма проецируется. Они обе существуют одновременно — информационное построение и декодированная голографическая форма. Частицы и волна существуют одновременно. Все до смешного просто. Люди часто считают это очень сложным. Одно из интереснейших свойств голограммы то, что каждая часть — это меньшая версия целого. Поэтому, если разрезать голографический снимок на четыре части и направить лазер на одну из них, вы получите не четвертую часть картинки. Вы получите в четверо меньшую версию всего изображения. По этой причине из-за этого происходят подобные вещи. Поэтому рефлексологи имеют возможность находить точки на руках и ногах и еще где-то соотносящиеся с различными органами и частями тела. Таким же образом акупунктура способна, как и рефлексология, используя точки на ушах, делать что-то здесь, это влияет на сердце, сделать что-то здесь, это влияет на печень. Потому что это голограмма. И это должно быть так, ведь каждая часть голограммы является малой версией целого. «Голографическая кровь» — это книга американского физика, которого зовут Харви Биггелсон. Я видел это. Он обнаружил голографические изображения в крови. Я смотрел сквозь один из его всерьез мощных микроскопов, и пока он увеличивал и увеличивал и увеличивал изображение, моя кровь превратилась из крови в общем понимании в кварцевый кристалл. Когда мы дошли до максимального уровня, вот что мы и есть — кристаллы. Что ж, раз мы живем в голографической реальности, где все — малая версия целого, мы сталкиваемся с принципом как вверху, так и внизу. Посему энергетическое поле человека столь же похоже на энергетическое поле Земли, ведь мы — меньшая часть голограммы Земли, а голограмма Земли — меньшая часть еще большей голограммы. На одном из уровней эта реальность имеет цифровую природу, и они создают сейчас, и это исключительно значимо по отношению к тому, что я всегда говорил, они создают сейчас цифровые голограммы, построенные по принципу слегка отличающемуся от того, что было ранее. И некоторые из этих цифровых голограмм — это одна из них — используются на презентациях для продажи товаров и так далее. И люди боятся пройти сквозь голограмму, потому что она выглядит как настоящая, твердая. Вот что это такое — цифровые голограммы. цифровые голограммы. Вот какова реальность, в которой мы обитаем, то, что я называю видимым миром. По этой причине работают цифры, нумерология. Нумерология способна предсказывать события, провоцировать их, потому что работает на цифровом уровне реальности. Компьютеры функционируют по двоичной схеме, где включение-выключение электрических зарядов символизирует единицы и нули. Сейчас начаты разработки компьютеров на троичных системах с третьей цифрой, минус один. А человеческий мозг работает как на двоичных или троичных включить-выключить системах электрических импульсов и, конечно, А, С, Г и Т, коды ДНК, также хорошо вписываются в схему. Так что, когда в фильмах вроде «Матрицы» мы видели проекцию поверх физического мира, это был цифровой мир, так же, как и наш, является именно таким же. И, как я говорил, ученые не въехали в подобные вещи в основное направление, поскольку фокусируются на своих узких дисциплинах, своих индивидуальных точках и не соединяют эти точки, следовательно, не в состоянии видеть картину целиком. Я недавно смотрел передачу, обычную научную программу, задававшую один вопрос, как минимум в течение часа, в течение часа, какое число самое большое? А потом шли эти бесконечные цифры. Это продолжалось и продолжалось. Они честно пытались ответить на заданный вопрос. Что ж, я скажу вам самое большое число. Вот оно. Бесконечность. Не существует самого большого числа, только всевозможность. А числа это цифровой уровень этой реальности. И поэтому числа представляют собой разные состояния волны вибрации. В результате мы способны манипулировать реальностью посредством чисел и нумерологии. поскольку вы манипулируете этим уровнем декодированного конструкта построения. Так что же все это значит? Мы живем как ложные личности. Мы считаем себя людьми, тогда как мы сознание. Мы многоуровневое сознание. Не просто тело, а сознание. Некоторые люди пережили околосмертный опыт и по возвращении рассказывают о том, что с ними происходило, когда они были при смерти. Иногда они упоминают туннель. Потом они возвращаются, после того, как тело было покинуто сознанием на короткое время. Этот рассказ мог бы заменить почти любой из подобных. Все с самого начала, мое рождение, мои предки, мои дети, моя супруга, все сошлось вместе одновременно. Я видел все, что имело отношение ко мне и к тем, кто собрался вокруг меня. Я знал все, что они думают, о чем они думали раньше, что происходило когда-то, что происходит сейчас. Времени не существует, нет никакой последовательности событий, ограничений, подобных расстоянию, временным отрезкам, месту, я мог оказаться, где бы ни пожелал одновременно. Именно тело-компьютер вводит нас в заблуждение всем перечисленным. И закончим на этом моменте. Чтобы держать нас в неволе, нас заточили в левом полушарии мозга. У нас их два, правое полушарие и левое полушарие, и мозг, называемый мозолистым телом, посредством которого они соединяются между собой и должны обмениваться информацией. Правая половина мозга может находиться в очень и очень разных состояниях. Оно всегда где-то там, это воображение, связь с потусторонним, и всё такое. Левая половина имеет дело с числами, словами, последовательностями, распределяет всё иерархически и всё такое прочее. Чего же хочет система? Держать нас в левом полушарии, потому что когда мы здесь, а не здесь, мы тут. И вся система устроена таким образом, чтобы удержать нас здесь, образовательная система и всё остальное. Я как-то нашёл это, разделение функций правого и левого полушарий. Правому хочется назвать цвет, левое хочет иметь дело с языком. Оно хочет назвать слово. Что интересно, когда пытаешься пройти испытания и назвать цвет, это очень сложно для многих назвать цвет вместо слова, сказать зелёный вместо того, что хочет левая половина, то есть жёлтый. И функции обоих исключительно различные. Эта дама, исследователь мозга, нейроанатом, зовут её Джилл Болти Тейлор, стала известной после того, как с ней случился удар в 90-х годах. По-моему, она пережила инсульт в левом полушарии мозга. Продолжая оставаться в сознании большую часть времени, поэтому испытала всё случившееся. В первую очередь она забралась на велотренажёр, пытаясь превозмочь то, что ощущала, и посмотрела вниз на свои руки, поскольку её декодирующая система левого полушария не работала и не дешифровала реальность, как и должна. Она посмотрела вниз и не увидела своих рук, она увидела какие-то когти. Со временем она перестала видеть границу между самой собой и всем остальным, что её окружало. Всё объединялось в одно бесконечное поле энергии, сознания. И она сказала, что это было просто блаженство. Нирвана, не иначе. когда она попыталась, в конце концов, левое полушарие в какой-то момент вернулось в эфир, требуя позвать на помощь, позвонить на работу коллеге, чтобы он помог ей, это потребовало 45 минут примерно, как она сказала, долгое время, на попытке перебрать визитки и найти нужный номер, потому что, когда она смотрела на них, то не могла более различать числа и слова, ведь это перестало декодировать реальность, как следует. Она видела только пиксели. Она видела эту реальность на один шаг назад в ее цифровом виде, как пиксели. Наконец, продираясь сквозь закорючки, как она сказала, она смогла набрать номер. И когда парень на другом конце провода, по всей видимости, произнес «Аллоу», все, что она услышала, когда он поднял трубку, было «Вуф-вуф-вуф-вуф-уф». Она, говорит, попыталась сказать ему «Эй, это Джилл, у меня проблема». Но вместо этого опять «Вуф-вуф-вуф-вуф-вуф». Поскольку звуковая вибрация не декодировалась левой половиной мозга, отвечающей за знания языка, слова, которые мы способны понимать. Система хочет, устанавливая защитные стены, такие как образование, наука, политика, СМИ, осуждения близких, держать правое полушарие в неведении. И это исключительно важно, поскольку все эти вещи части защитного механизма, сохраняющего нас в реальности левого полушария, вне бесконечности правого. В наше время некоторые люди их называют «савантами-аутистами», как вот этот человек, Стивен Уилшер, могут пользоваться правой половиной, возможно, так, как недоступно другим людям. И поэтому он в состоянии делать фантастические вещи. Этого парня, Стивена Уилшера, канал BBC катал в течение получаса на вертолете над Лондоном, не позволяя ему пользоваться чем-либо, кроме собственных глаз. И вернувшись на Землю, он нарисовал Лондон с высоты птичьего полета с невероятной точностью. Почему? Потому что он имеет возможность пользоваться бесконечным потенциалом, о котором левополушарные люди, большинство людей в мире, даже не догадываются. Этот парень, Даниэл Тамет, еще один «савант», также способен на невероятное. Однажды он поспорил, что выучит исландский язык за неделю. А этот язык исключительно сложен для изучения. Я имею в виду, что никто на телевидении не пользовался в своих новостях, никто не пользовался настоящим именем, того вулкана в Исландии, помните? Они просто не могут его, блин, произнести. Этот парень вернулся на экраны неделю спустя, говоря на исландском. А его учитель исландского сказал, «Он не человек». Да! Он не человек. Он человек, какими мы когда-то были и будем снова. Когда нынешнее подавление нашего потенциала и наших бесконечных возможностей уйдет в прошлое. и все это дерьмо закончится. Мы поклоняемся интеллекту. «О, у него блестящий ум! О, он был на хорошем счету в Оксфорде! О, он поступил в Гарвард!» Ум, разум — это настолько низкий уровень сознания. Он должен выступать средством исследования в этой реальности, слугой сознания, но стал нашим господином, стал предметом поклонения. И вот каков замкнутый интеллект. Вот каков замкнутый интеллект. Мы с вами дошли до самого важного. Это развилка на дороге, ответ на вопрос, станем ли мы сознанием или останемся разумом, станем ли мы всем, что есть, или останемся маленькими «я». Это скорее не освободи свой разум, это освободи себя от разума. Вот почему общество построено таким образом, чтобы полностью поглотить нас, затопить нас происходящим вокруг, чтобы оккупировать наш разум. Откройте свой разум, станьте всем, что есть. Бесконечная любовь, единственная истина, всё прочая иллюзия. Что такое бесконечная любовь? Всевозможность. Бесконечная возможность. Выбор между головой мышлением, интеллектом и сердцем, знанием, более широким самоосознанием. После этого мы начинаем получать доступ к этому более полноводному потоку информации, видеть мир совершенно другого уровня. Начинаем получать доступ с того момента, как выбираемся из тюрьмы разума. Все эти другие реальности, которые доступны и воспринимаемы, где можно собирать озарение, краящееся в информации оттуда, которое отрицалось при существовании в запертом, замкнутом в себе разуме. Как сказал Уильям Блейк, если бы двери восприятия очистились, все пристало бы перед человеком как есть, бесконечным. Но система контроля играет за то, чтобы подобный казус не случился. Рене Декарт, французский математик и философ, определяя, кто мы есть, сказал, «Я мыслю, следовательно, существую». И я бы модернизировал это до уровня тела компьютера и сказал бы так, «Я вычисляю, следовательно, существую». Более того, в царстве сознания это просто «Я есть, следовательно, я есть». Я есть все, что есть, было и когда-либо будет. И это многоуровневая страна чудес держит в тайне от нас это знание, чтобы не выпустить людей из душевного состояния маленького «я». Только так крайне немногие могут контролировать миллиарды. Без этого знания мы не в состоянии понять заговор и то, как он работает.